Уважаемые партнёры, у нас сегодня день инспекции, семинар мы отменили, но Юдин упорный, настойчивый, своей командой прибыл к нам. И он задаёт вопрос, это второе поле, мы здесь 20 апреля были, я показывал вам, что мы укорачиваем все на 2 сантиметра. В середине марта делаем обрезку на обратный рост. Есть такое понятие, обратный рост. Мы срезаем на 2 сантиметра, примерно. И вот видите, после этой срезки почки трогаются в рост. Вот почка, вот почка, вот почка спящая, и почки трогаются в рост. Возможно, тронутся почки в рост из-под боя тоже. И здесь будет шапка, такая метла. Это 5, 8, 12 побегов. Вот так они будут стоять. Значит, тут начинается высший пилотаж. Мы берём, оставляем наиболее такие нормальные побеги, 2 побега, и запускаем их между этими нитками. Остальные прищипываем. Те, что идут из-под боя, удаляем. Проходит время, полмесяца. Мы ставим ещё 2 ряда ниток. Побеги растут. Если что-то там ещё отбило, и тоже растёт, где не надо, мы делаем прищипку. Значит, как только начнётся цветение, мы сразу плоды будем обрывать. Тут будут плоды. Как ни странно, здесь будут плоды. И здесь будет лежать куча плодов. Как в конце ряда. Каждого. Значит. Те 2 побега, что мы оставили, будут расти дальше. Где-то к концу. И ё, ня. Они будут вот такие примерно. Они будут 2. Они были укорочены на 2 сантиметра. Вот на 2 сантиметра. Вот. Вот она, пожалуйста, укорочена на 2 сантиметра. И было чёрное поле. Я говорил, что осенью здесь будет саженца 2,5 метра. И все вокруг качали так головами, что не может такого быть. А вот сейчас мы видим. Мария, какой у тебя рост? Про возраст у женщины спрашивают. Ну, 165. А? 165. 165. Вот, пожалуйста. Уже. Даже 1,92 метра, скажем. Или филовенька под 1,90 метра сажен для стик. Вот тут я и хотел задать вопрос. Если можно, я микрофон возьму. Николай Федорович, мы с вами уже давно работаем вместе. И мы ваши партнеры в Украине. Ваши дилеры. И вы знаете, мы который год уже проезжаем. И на посадку. И в середине сезона. Я проезжаю на высадку. Даже с вами там дёргают орехи. На выкопку. На выкопку. И меня в Украине. Да и я сам задаюсь себе вопросом. Почему так получается? А не шамальны ли там, в самом деле, киктенка, как многие говорят, на Украине, чем-то их подкармливая? В чём же всё-таки секрет того, что ваши саженцы растут достаточно активно? Вы имеете с чём сравнить? У вас есть... Да, Николай Петрович, в том-то и дело, я объехал очень много питомников. Очень много питомников у нас на Украине. Они работают. Мы были даже в питомниках за рубежом. Ездили, вот смотрели. Но я хочу сказать, столь активного роста там не видел. И поэтому я вполне склонен задать этот неприятный вопрос когда-то. Потому что мы вышли на активную продажу. Мы видим потенциал этого сорта. Вот, это один из сортов фаворитов, песчанский. Он, в самом деле, достойно представлять будет нас на мировой арене при продаже. Потому что у него хороший плод, хорошее ядро, светлое ядро. Он вполне может конкурировать с теми... Да, и вкус у него очень вкусный. Но все равно, я еще раз говорю, снова же закладывая и дальше масштабно промышленные сады. А сейчас мы практически находимся в пике закладки промышленных садов. Мы закладываем каждый год на Украине больше трех тысяч садов. Промышленных садов. Я не говорю о мелких, дачных. И на сегодняшний день мы видим, что одним из фаворитов является песчанский. Вполне обоснованно. Но поэтому снова же задаю вопрос вам. Потому что это не только меня мучает вопрос, повторяю. И многих наших партнеров. Не шаманит ли? Ну, наверное, есть же какие-то все равно секреты. Почему у других не получается? Или не столь активно растут, а у вас растут? Причем мы видим, я же приезжаю внезапно, и мы видим, что не поливается. Без полива. В спартанских условиях. Да, да, в спартанских условиях, Николай Павлович. Вот это вопрос, который уже назрел. Назрел, он требует ответа. Почему? Потому что я понимаю, у каждого питомниковода есть свои секреты. Из этого искусство не рождается. Но, наверное, пора уже эти секреты объявить. Явить миру. Настало время, Николай Павлович. Потому что объем достаточно большой. Вот, питомник, я вижу масштаб этого питомника. Это мегазавод. Мегазавод по производству саженцев. Его нельзя назвать сейчас питомником. Поэтому просто так говорить, что да, это хорошо, уже мало. Все сейчас вышли уже на технологические схемы. И мы ждем все-таки от вас этого прямого ответа. Вопрос в студии, значит. На кого вы работаете? Потому что это вопрос в основном не для садоводов, а для питомниководов. Моих друзей, коллег и, может быть, конкурентов. Ну, однако, действительно, пришло время кое-что приподнять завесу. Потому что, действительно, за полтора месяца, 20 апреля, ну, считайте, ну, два месяца. Два месяца, да. Без несколько дней. Да. Уже два месяца и один день. Чтобы вот такое развитие было. Это действительно ежегодно так. А до осени они будут... Я помню, и прошлый год, и позапрошлый год, когда мы их выдергивали. То есть мы скапывали такими. Значит, я хочу рассказать, что я долгие годы, лет 35 назад пришел к вопросу о том, что надо искать пары, родительские пары. Подвойно-привойный компонент. Привой песчанский, прекрасно, ясно. Или там Черновецкий один, или Яревецкий. Или пускай это будет Буковинская бомба. Пускай идут Когольничан. А вот подобрать под него нормальный подвой, который был бы совместим. Более подробно я вам расскажу, когда покажу это секретное оружие. То есть вы нас туда сегодня повезете? Повезем и покажем форму, которую я нашел, нащупал опытным путем. Нащупал ее еще лет по 30 назад. Потом я убедился в том, что это работает. Я посадил системный маточный семейный сад. Потом этот сад уже 4 года, с 16-го года. Мы вместе работаем с лабораторией биоскологии и убрали вирусы, все возможные оттуда. Там практически их не было, было два дерева, которые реагировали. Мы их убрали, выкопали как положено. И я скажу вам, что как и в любом деле, значит, все зависит от основы. Крепкий фундамент, значит, в дальнейшем есть надежда, чтобы этот дом не развалился. Если фундамент хлипкий, все это поползло. Поэтому, когда надежный фундамент, и в засуху, и в мороз, и в ветер, и, скажем, если нормальный подвой, здоровый подвой, хорошая совместимость и хорошее сращивание, и надежное сращивание, долговечное дерево. Дерево, которое может противостоять стрессам, болезням. Ну, как в любом в этом мире. Более подробно я расскажу вам, когда мы посетим, посмотрим на эти деревья. То есть, уникальность ваших саженцев, именно сорта и песчанской, в том числе основных, вот, все-таки она кроется в том, что есть та фишка, которую нам вы сегодня расскажете. Да. И, кстати, я понял, что уже шило в мешке не утаишь, потому что информация, она идет, распространяется разными путями. В случае, я добровольно все это расскажу, чтобы это не было действительно шаманство. Потому что, вы знаете мою концепцию, я хочу, чтобы было хорошо ореху, чтобы было хорошо ореховоду. И если это будет у многих, хорошие саженцы, от этого только орех выиграет. А сейчас... Мы проинспектируем дальше второе поле, а потом поедем туда, в вашу оборудовую оборудованию. Да. Уважаемые партнеры, вы поняли, что Юдин меня уже, естественно, достал. Потому что это человек с таким характером и темпераментом, что от него просто так, значит, откораскаться невозможно. И я продолжаю тему. Тему нашего, ну, секрета, секретного оружия. Для вас не впервые слышать, что есть, ну, сорта. Сорта, гамма сортовых, в мире более тысячи сортов ореха. А вот насчет сортов подвоя, многие не слышали. В Америке есть четыре сорта, да, зарегистрированных подвоев. Подвои, которые, они имеют совместимость с привоем. Потому что прививка, это, в суть, это трансплантация органа. Это то, что мы имеем при трансплантации любого органа, любого живого существа. Например, трансплантация почки, печени, кожи, там, глаза. И мы все знаем, что успех трансплантации, он зависит на сто процентов от совместимости. И наука работает над тем, чтобы выяснить этот орган совместим, скажем, донор и реципиент, да? Донор и реципиент. И вот в этом проблема. А если, например, что-то не в порядке у дочурки, берет, там, почки у нее слабо работают, и она на диализе постоянно. Если мать дает свою почку, ребенок через неделю бегает, прыгает, абсолютно здоров. От отца почему-то почки не берут. Сомлевается. Ну, юмор есть юмор, но материнская почка, сто процентов она родственная и очень хорошо приживается. Примерно такая же ситуация возникает при прививке ореха. Зачастую ткани привоя и подвоя несовместимы. Несовместимы полностью. Латинское название этого процесса, в растении вот этого, аффинитет. Аффинитет. Есть аффинитет сто процентов. Значит, мы прививили, отлично образовалась спайка, калус, высадили, вырос отличное дерево. Рослательное дерево долговечное, которое может жить сотни лет. Если аффинитета нет, полная несовместимость. Значит, мы просто даже со стратификацией, мы будем видеть мертвые прививки, которые... Ну, мы можем, ну, что угодно думать, что мы плохо прививали, что мы внесли инфекцию, что почка плохая. А там все просто. Там не было совместимости аффинитета. Эта проблема у меня где-то лет 35 назад начала зарождаться. Потому что я не понимал, я сам лично прививал, сам 100 штук прививал и смотрел, и почему-то 8, 5, 12 штук. Или не приживалось. Хотя я не мог найти зацепку, я не мог найти реальные причины. В чем дело, где там я спаршил. Все было нормально. Или приживались, это частичный аффинитет. И потом отторгались. Или они приживаются, и дерево развивается слабо. В дальнейшем. И оно может на 5-10 год засохнуть. Это, значит, аффинитет такой долгоиграющий. Он где-то проявляет свое... Вот это отсутствие аффинитета полного проявляется где-то в истории дерева. Это проявится не самым лучшим образом. Мы будем иметь не выровняй сад. Одно дерево нормально развивается, а другое никак, а третье засохло. Эта проблема меня заинтересовала, и я начал искать варианты. Вам интересно? Так, это, кстати, семинар мы отменили, но люди к нам приехали, и мы их в эту компанию включили. Значит, так я обратился к нашему светилу. Цуркан Иван Петрович, Царство ему Небесное. Он тоже эту тему как-то изучал. Говорит, Николай, возьми сорт Казаку, посей, привей Казаку. Возьми сорт Кадрени, посей, высади, привей на нем Кадрени. Возьми Кишиневский, высади, привей Кишиневский. Это будет родственное, по крайней мере, 50% гена уже родственное. Я пошел этим путем. Да, эффект был. Цуркану мудрый человек, Иван Петрович, это мой учитель, и мы его называем в Молдавии отцом молдавского ореха. Первые семь сортов в госрегистре Молдавии, это его сорта были зарегистрированы. Но, знаете, тут очень сложно так. Я должен высадить сегодня осенью, с расчетом, какая конъюнктура будет через два года. И будет ли этот сорт востребован. А если я другой сорт, Костюжанский, прививаю на Казаку, прививаемость, как обычно, ниже Плинтуса. И я начал искать универсальный сорт, универсальную форму подвоя, которая была бы совместима со многими. Я слабо разбираюсь в медицине, но, знаете, что есть группы кровопереливания, но есть одна группа, которая переливается всем. Какая группа? Первая. Первая группа. Вот что-то в этом деле, я хочу, чтобы вы это поняли. Когда я вам толкую все эти наши семинары, что в этом мире Творец создал все по образу и подобию. Все. От муравья до мамонта, до кита. И от секвой, который имеет 250 метров, и до маленького буряна. Оно все развивается по тем же самым законам. Я подумал, что если этот закон есть, я должен его найти. Я начал искать формы, которые были бы совместимы. Ну, если не со всеми, так с большинством. И если вы помните, я как-то проболтался, так проговорился, что вот Песчанский у меня приживается плохо. 8-7 процентов там, потому что я не могу найти ему подвое. Был разговор такой? Помните, где-то лет 5 назад. Я проболтался, потом закрыл информацию. А по сути так. И вот в конце мы вышли на форму. Форма 26. Вот она, пожалуйста, снимай. Олег, ты ее видишь оттуда? Форма 26. Вот эти два ряда, это форма 26. Посмотрите, какой урожай. Урожай, конечно, феноменальный. Вот сейчас своим торсом закрывает Юдин всю эту красоту. Чем характерны эти плоды? Плоды набиты, они небольшие. И здесь проведено тестирование еще 3 года назад на безвирусность. Это поработала лаборатория вирусологии Проданюк. Большое ему спасибо, этим ребятам. И мы берем отсюда. Два ряда идет на 600 метров из него. Так, перспективы конца не видно. Мы имеем здесь маточный семенной сад. Универсального подвоя. Который и с песчанским дает 98-100% отличной спайки. Вот те вопросы, которые у меня задавали, как это удается, что в 20 апреля вот такой укорочен на уровне земли черная земля и осенью 2,5 метра саженцев. Вот это и ответ. И поэтому наши саженцы растут отлично. Поэтому они хорошо приживаются. И поэтому они дают стабильный урожай. Продолжение следует... Около 3 метров. И без полива. Они дают стабильный урожай. Они более устойчивы к различным факторам риска. К заске. Потому что они работают по двое-привое в одной упряжке. Это не то, что лебедь-рага-щука. Они работают в одной упряжке. И сегодня настало время открыть и, скажем, эту, приподнять занавес над этой тайной. И это благодаря вам, вашей команде. Вот, значит, светило науки украинской ореховой. Мария. Это Филоненко ваш дилер. Который очень внимательно. Я ему благодарен. Потому что я смотрел, как он пишет ответы. Даже на, ну скажем, ну будем говорить, на дурацкие сказать, обидно будет. На не совсем продуманные вопросы. Он дает очень четкие, грамотные, очень корректные ответы. И в этом залог работы, залог того, что продажи растут. Ведь, с одной стороны, должно быть качество материала. А с другой стороны, если в магазин вы приходите, продавец вам кидает хлеб на стол, или там что-то еще буршит под нос, вы отворачиваете и уходите. Потому что с вами обращается некорректно. Я благодарен команде, благодарен Филоненко, что он очень корректно работает с людьми. И поэтому все мы должны делать с чистыми руками, с доброй душой. И тогда у нас будет получаться. В этом залог всего. И вот эта вот форма. Пойдем посмотрим на другие деревья. Вы ее начали регистрировать? Да, мы, значит, процесс регистрации пошел. Мы ее зарегистрируем, потому что я уверен, что после этого люди захотят иметь этот подвой. Они захотят его официально приобрести. И в дальнейшем, скажем, в документе может быть указана сразу привойно-подвойная композиция. Это очень важно будет. И вот это и ответ. То есть я слышал об этой вашей форме и видел в вашем перечне. И теперь понятно мне, почему вы ее не назвали никак, а просто оставили форму С-26. Ф-26. Да, да, да. То есть эта форма, это то ваше тайное оружие, которое называется универсальный подвой. Абсолютно верно. Как и универсальный солдат. Спасибо, что вы нам раскрыли эту последнюю... Ну, пора уже, пора. Потому что долго темнить перед нашими партнерами, это не к лицу. Было время. А сейчас пришло время объяснить вот этот феномен. Потому что многим непонятно. Как, вот мы еще раз, мы сделаем заставки апрельского семинара, где мы укоротили их на 2 сантиметра. И прошлогодний, когда человек киктенка стоит и вот так не достает, это за один год вырастает, это не на пустом месте. Это все имеет под собой основу. Влияние той подвойно-провойной композиции. Это благоприятное сочетание. Хороший, полный, стопроцентный аффинитет. Субтитры создавал DimaTorzok